В Наринмаре готовятся к рещенским купаниям. В этом году Иордань традиционно будет организована в районе Качгартинской курьи. Установкой купели займется коммунальное предприятие «Чистый город». Вручную и с помощью техники рабочие подготовят площадку для Иордания. О том, когда можно будет погрузиться в святую воду, расскажет Александра Литкова. По словам специалистов, толщина льда на Качгартинской курьи сейчас составляет порядка 40 сантиметров. Этого достаточно, чтобы провести купание. Ледовое покрытие сможет выдержать вес свыше 10 тонн. Купель для купания будет оборудована спусковой лестницей, поручнями и деревянными мостиками до балка. Территорию обнесут оградительными решетками. Для удобства установят вагончик для переодеваний, уложат мостки, а также установят прожекторы. За порядком и безопасностью граждан будут следить 49 сотрудников экстренных служб. Купание будет организовано с 18.00 до 19.00. Перерыв купаний будет с 2 часов ночи до 7 утра. То есть в этот период нельзя будет приходить и купаться. В период организованного купания будут дежурить все службы, обеспечивающие безопасность людей и правопорядок. То есть это будут и сотрудники ОМВД, Росгвардия, спасатели, государственные инспектора ГИМС. Крещение Господне – один из самых больших праздников Русской Православной Церкви. В этот день принято набирать в церкви освященную воду, которая наделена чудодейственной силой, а потом самые храбрые верующие погружаются в Иордань. Взять с собой для купания в первую очередь нужно большое махровое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Также нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, и горячий чай в термосе. Опускаться в воду нужно постепенно. Резкое погружение может вызвать спазм сосудов. Если вы все-таки нацелились принять участие в купании, то это общие такие рекомендации. Во-первых, постепенное раздевание. Сначала по пояс, потом нижнюю одежду, ногами на снег. Произвести растирание тела, такую разминку, растирание. И постепенное спускание, вхождение в воду. И находиться в воде недолго, не более даже 30 секунд, одной минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы погрузиться три раза под воду с головой, как это принято. Ни в коем случае не стоит совершать обряд очищения в алкогольном опьянении. Кроме того, не должно быть противопоказаний по здоровью. Поэтому тем, кто решил совершить погружение в прорубь, стоит проконсультироваться с врачом. Прежде всего, это люди с хроническими заболеваниями. Особенно с заболеваниями сердца. Любые болезни сердца, особенно аритмии, явные противопоказания к купанию. С сахарным диабетом, с заболеваниями, остеохондрозом, заболеваниями позвоночника, артрозы. Любые острые заболевания. То есть, если в этот период пациент болеет острой вирусной инфекцией или какими-то другими острыми воспалительными заболеваниями, то в крещенские купания лучше не участвовать и не рисковать своим здоровьем. Сама же Иордань откроется в 6 часов вечера 18 января и будет работать до 2 часов ночи. Затем вновь откроется в 7 утра 19 января и будет доступна для верующих до вечера.